Самые сильные спортсмены собрались на базе Центра выявления и развития одаренных детей «Спутник». Спартакеада – работник и вообще образовательных и дошкольных учреждений Карачаева-Черкесии – яркое ежегодное событие для педагогов, которые тесно связывают свою жизнь со спортом. С каким настроем пришли участники, для чего проводят Спартакеаду и какие виды состязаний были выбраны, расскажет Дарья Тендит. Профсоюзная Спартакеада вновь объединила всех любителей спорта. Перед началом состязания участников поприветствовали министр образования и науки Карачаева-Черкесии Инна Кравченко и председатель профсоюза образования республики Марина Чучаева. Они пожелали участникам бескомпромиссной борьбы и достойных побед. Ежегодно в нашей республике проводится Спартакеада работников образования. Этот год не стал исключением, это особенный год, год педагога и наставника. Мы решили провести это мероприятие более масштабно и красочно. Желаем нашим работникам также успехов и побед в спорте, потому что победы в спорте – это победы в жизни. Спартакеада педагогов – уникальная возможность провести время с коллегами, показать свою спортивную подготовку и сплоченность команды. Перед соревнованиями команды проводили разминку, а в перерыве участники рассказали о своем настрое перед игрой по волейболу. Настрой великолепный, очень хороший, вся команда в бодром духе. Мы уверены, что мы победим сегодняшние соревнования. Город Черкесск должен выйти на первую позицию. Мы очень надеемся и будем ждать успехов. Мы настроены только на победу. Как прошла разминка? В зависимости от того, сколько здесь людей, чуть-чуть мы друг другу мешали, а так в основном все нормально, все отлично. А долго готовились к соревнованиям? Мы всегда готовы. Стрельба из пневматической винтовки требует особой меткости. Даже ветер не помеха участнику команды Карачаевского района. Нурбиха Туаев отметил, что результаты нормальные, винтовка сама стреляет, а настрой у него исключительно на победу. Ветерок есть. Будем под ветерок настраиваться и как-то так стрелять. А как вы вообще настраиваетесь? Вы выжидаете чего-то? Причерился. Пусковой кучейка отпустил и все. Комбинация реакции, координация действий, выносливость, навыки для успешной игры в настольный теннис. Участник команды Зеленчугского района Александр Станкевич рассказал, что для него этот вид спорта из обычного хобби стал любимым занятием. Спортсмен ежегодно участвует в спартакиаде и занимает призовые места. Организация хорошая, все как бы на уровне. Спортсмены довольно сильные, все с республики самые сильные спортсмены собраны. А вот как прошла игра вообще? Да, хорошо прошла, конкурентно. Соревнования проходили сразу по нескольким видам спорта. Стрельба из пневматической винтовки, волейбол, настольный теннис и дартс. Выбранные дисциплины наиболее доступны, отметил главный судья соревнований Александр Бондаренко. На протяжении уже многих лет проводится регулярно, учителя собираются раз в год, пообщаться, обменяться опытом, поучаствовать в соревнованиях, естественно. Я как главный судья соревнований должен быть беспристрастным, поэтому желаю удачи всем, успехов, ну и, естественно, побед. В результате упорной борьбы выявили тройку сильнейших команд – Зеленчуского, Хабесского и Ногайского районов. Им были вручены кубки, медали, дипломы и ценные призы. Награду получили и спортсмены, отличившиеся в личном зачете. Дарья Тендит, Али Бастанов, Вести, Карачаева, Черкесия.